МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...наведала приватные домовладания в Гомельском районе. Яны зауседы готовы прийти на допомогу. Сегодня Международный день волонтера. А зараз об этом и иншим больше подробно. Досягнение и высокие выники деяности депутатского корпуса стали мягчими, дякаючи отсутности политичных розноголосцев и настрою на конструктивное сопротивление с голенами улады. Это заявил президент Александр Лукашенко, сустракающийся с депутатами и сенаторами одразу двух – шестого и семого скликанья. Дякуши национальному сходу, в державе фактично с нуля побудована нормативно-правовая система, заполненный правовый вакуум, с яким сутыкнулася Беларусь на початку своего суверенитету. Основные направления внутренней и внешней политики прописаны в законах, а их больше за две тысячи за историю национального схода. Беларуський лидер назвал парламент вядомым и аутаритетным. Его дейность, содейнейшая умоцованию статуса Минска, як знашной международной плясовки, а так само захованию национальных интересов Беларуси. Очередные парламентские выборы прошли в конкурентной открытой борьбе. Претендентов на депутатский мандат было даже больше, чем прошлую кампанию. Еще раз хочу подчеркнуть, я это не скрывал. Так есть во всей стране, только в разных формах. Да, даже не власть. Я, как ответственный за деятельность святей власти по Конституции, должен был возглавить работу по формированию нашего парламента. Это естественно, это моя обязанность. И естественно, я переживал и болел, чтобы наш парламент был работоспособным. Чтобы я никогда больше не переживал то, что было в середине 90-х, когда я приходил в парламент, и передо мной на полу и под трибунами валялись депутаты. Именно валялись, не сидели. Такой был, видите ли, протест. Нас тянули к тому, что переживают сегодня соседние государства, особенно Украина. Поэтому, если кто-то ищет какие-то подводные течения в этом не ищите, я говорил это в канун выборов. Да, мы будем поддерживать конструктивных людей. Парламент должен быть срезом нашего общества по вертикали. Вы сегодня представители ветви власти. Одной ветви из трех. Судебная, законодательная и исполнительная власти. И начинайте работать в интересах своих избирателей. Новый парламент повинен стать центром прогрессивной законотворчасти. Президент литерально по пунктах расставил приоритетные задачи для депутатского корпуса и сенаторов. Новый парламент должен стать центром прогрессивного законотворчества. Для реализации этой цели вам необходимо руководствоваться главными двумя правилами. Первое. Принятые поправки и законы прежде всего должны отражать реальные потребности наших граждан. Не надо летать в космосе. Надо смотреть на жизнь и делать все, чтобы жизнь была лучше. А для этого надо идти не по понятиям, а через законы. Второе. Последствия любых изменений в законодательстве должны быть проанализированы и просчитаны на несколько лет вперед. Чтобы был определенный лаг. Чтобы люди понимали, куда мы идем и чего мы хотим. В ближайшее время всем вам предстоит сообща решать важнейший актуальный вопрос, который волнует общество, а значит являются приоритетными целями нашей государственной политики. Задача нового парламента сохранить преемственность экономического курса, обеспечивая устойчивое развитие суверенного белорусского государства, динамику роста экономики и благосостояния граждан. Парламентарии называют с устрешу доброй новой традицией суверенной Беларуси. Махшимостью сперших в уст, но пошуть про задачи, которые стоят перед парламентом и державой у целым. Кировник державы подякнул парламентариям шостого скликания за працу и ручил державную ознагороды лепшим депутатам и сенаторам за активную громадянскую деятельность и укладу развития парламентаризма. Сегодня кировник державы принял кадровые решения. Новый кировник администрации президента Игорь Сергеенко. До этого он взаимал посаду первого наместника старшины КДБ Беларуси. Новый наместник кировника администрации Вольга Чупрыс. Ранее она працавала у сферы адукации. Особы, которые працавали ранее на этих посадах, займутся парламентской деятельностью. Наталья Качанова будет накеревана у Совета Республики по президентской квоте. А Валерий Мецкевич обранный в состав Палаты представников 7-го скликания. Депутаты Гомельского областного совета сегодня разледили ход реализации державной программы «Беларусский лес». У якости прикладу для ознайомления ситуации у Галине брали Лельчицкий район. Об чем рассказали специалисты мясовых лязгасов, ведусь наши корреспонденты. Минавито у Лельчицкий район члены постоянной комиссии областного совета депутатов по промысловости, будовнестве, транспорте, сувязи и жилево-коммунальных господарств приехали не выпадково. Гэта район – самый лясистый на Гомельшине. Зеленые насаджения займают амаль 70% его территории. А гэта значит, что и поспехи, и проблемы Галиной тут бачная наибольшь явно. Выездное посаджение начинается зазнайомление с работы по лесаодновлении. В 2018 году только на территории Лельчицкого лязгаса высекли больше, как тысячу гектаров насаджения, пошкодженных караедом. Все лето до них дадалось и еще около 900 гектаров. Теперь необходимо вырошивать саженцы и выправлять ситуацию. Для минимизации затрат вы решили посадочным материалом займаться самостоинно, а не набывать его у инших лязгасах, как работали ранее. Все равно же мы заготавливаем лесосеменное сырье, шишки собираем, потом отправляем их в шишки сушилки сушить. И семена у нас все равно есть свои. И проще самим выращивать, чем приобретать кого-то. Для депутатов областного совета это не просто мониторинг ситуации. По выниках выездных посаджений ускладаются спровоздачи, які накеровываются у Галиновой и Министерства и Концерны. А тому увага звертается на все, хоть головная все-таки экономичная складающая господаршие дейности. Для Леческого района, с учетом удаленности и возможностей транспортной, то, конечно, самый проблемный вопрос – это строительство железной дороги, доступность, потому что надо учитывать дополнительный источник затрат в части транспортировки. Еще один накерунок деятельности лязгасов, який у апошний час набывает все больше значные масштабы, выросшивание древ и кустов для зеленения населенных пунктов. У Милошевицкого лесгаса его перспективность оценили, напевно, одним из первых на Гомельшине. Эту аллею депутаты Леческого районного совета высадили весной из местного материала. Хоть только населенными пунктами одного района лесники не обмежевываются, древы для зеленения селеты закупали навыд Гомельшане. Это позволяет повеличить доходы и, как выник, зарплаты працующих. На протяжении многих лет выращиваем саженцы для зеленения прочих организаций городов. Что могу сказать? Вот в этом году реализация по зеленению составила у нас 6 150 штук, в денежном эквиваленте 39 тысяч. Сярод охудшенных объективных проблем галяны – великие объемы низкоякосной драунины, якую нельга выкористовывать у промысловых метах. Что ты же салельческого района, тут ситуация темболь складанная, что на этой территории поколь нема котельня на мясовых видах палева. Хоть и они, проблему Кончаткова усеровна не вырошать. У областным лесогасподаршим объединений агучуют планы по будовнестве новых и модернизации дзеющих вытворчастей, что дозволить выраблять продукцию на экспорт. У першую шагу размова – пропалевные пилеты. На цехах деревообработки примерно более 50% уходит на экспорт. Сейчас мы занимаемся активно строительством пилетных заводов, которые смогут вовлечь опилки, отходы, низкосортную древесину в экспортную топливную гранулу, которая будет 100% экспортироваться на экспорт. Поэтому здесь мы очень огромное внимание уделяем направлению экспорта. Олег Сюров, Ольга Коновалова, Евген Макенка, телерадиокомпания «Гомель», Лилишевский район. Новый год все ближе. Ёлочные базары в Гомельской области пошнут работу 23-го снежня. На быте древеса до зимовых святов же хоры региона смогут у любым лязгасе або лясництве. У Гомеля организуют пять постоянных кропок продажу. В ассортименте традиционно будут елки, сосны, а так само елки у катках. А 22-го и 28-го, 29-го снежня додатково разгорнутся перед новогодній кермаши на площади Полстанья. Протягиваем выпуск. И о генеральном планах у Гомеля продуглежено развитие территории помеж старым аэродромом и Мельниковым лугом. Те продуглежены в новом районе забудовы, социальные объекты, велодорожки и зона отпочинку. На это и другие вопросы журналистов сегодня отказали специалисты отказных службов. Под обязанностями Волода Дмитрий Котов. Забудова этой территории обмярковывалась не одной, и ДС явилась еще в 80-е годы минулого стаходзя. Тогда ее реализовать не смогли. По чутках, за несприяльной геологичной ситуацией. Однако никаких офицейных документов, о проведенных в той час доследованиях, на сегодня знайдено не было. Выники недавней экологичной экспертизы доказывают, никаких пирожков для будовнества нового микрорайона неяснуе. Последний момент, это при корректировке, это 15-й год, когда и проводили общественное обсуждение, эту территорию тоже было предложено рассмотреть. Республиканский институт, проектный БелНИП городостроительства, при корректировке нашего генерального плана, учел это, сделали расчет, в том числе и предварительно экологический. Мы знаем, что генеральный план тоже проходил экологическую экспертизу. И, в принципе, с учетом нормативного процента отделенности, эта территория была одобрена. А кроме державных организаций, мониторинг проводили и громадские. У приватности охова птушек батьковшины. Специалисты кажут, видовая разностайность фауны не потерпеть. А лишь при будовнестве необходимо улишить захование зеленой зоны. Такое ж меркование и у науковцев ГДУ имя Франциска Скарыны. На сегодняшний день наше заключение таково, что это деградирующая озерная экосистема. То есть естественного самовосстановления ее в водоем с чистой прозрачной водой не будет без оккультуривания. И вот как вы предлагаете оставить там зеленые зоны, да, с этим я согласна. Каких-то ценных видов, рыб действительно, птиц, растений мы тоже не наблюдаем. Гэта достаткова великая территория поступово зарастая хмизняком, обслуговывать ее достатково складана. Будовнество жильевого комплексу, с развитою инфраструктурой и створением некольких зон отпочинку – компромисс для усіх. В озеро Бабрыха, вокруг якого возникало немало спречек, застанется у зоні рекреации. Его территория будет добро опродкована. Гэта штишится и знакомитой Святой Креницы. На континчах работу лады будут потребливать диалог с насильством. В период проектования принимаются конструктивные пропановы. С людьми диалог ведется, и конструктивные какие-то предложения от коллективов, либо от отдельных субъектов, они учитываются. То есть, насколько они конструктивны и возможны для того, чтобы его использовать в проекте. Пакуль казать об терминах початку работ заучасна. Вядома, что новый микрорайон будет связанный транспортным рухом с Волотовой. По попередних разликах на этой территории будут проживать коля 9 тысяч человек. А кроме ашмат поверховок побудуют объекты социального призначения, магазины и кафе. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». За 11 месяцев этого года в Гомельской области зарегистровано 914 пожаров. Их охвярами стали 64 человеки. Основные причины сгорания унесся рожное обыхожение за огнем, порушение правил эксплуатации пешного оттепления и электрообстолевания детящей свободы. С профилактичной метой дома у Ладані, господара, яких относятся до группы «Ризики», регулярно наведываются наглядальные комиссии. В их составе – сопрацовники МНС и милиции, представники энергонагляду и социальных службов. Такий мониторинг позволяет значительно снизить количество порушений утримания будинков. Сегодня на одном из рейдов в Гомельском районе побывали наши корреспонденты. У центра уваги наглядальной комиссии – агрогородок Мичуринское. На днях тут отбылась трагедия. На пожары загинули два человеки. Увагуле, по статистыце, у зимовый период отзначается рост у сгаранню у приватным секторы. Гэта у першую чергу связана с эксплуатацией пешного обсталявання. С початку члены наглядальной комиссии наведываются одиноко проживающую Людмилу Яустюнину. Пенсионерку доглядая дачка, да и сама женщина ясно сдольная об себе поклопатиться. Яна рассказывая об прямаемых мерах безопасности и уважливо слухая нарады супрацовников МНС и газовой службы. По выниках визиту станучи вердикт – порушения не выявлена. А вось у наступном доме ситуация больше складанная. Одразу некальки факторов могут погрожать здоровью и життю господаров. Этот удлинитель должен быть заводского изготовления без всяких повреждений. Это отразим мы в акте. Следующая проверка, я если его увижу, значит я тогда буду составлять на вас протокол. У вас здесь зарядное устройство для телефона находится в розетке. В этой вилке понижающий трансформатор. То есть он сам по себе работает. Не то, что у вас телефона нет, это еще не говорит, что он обесточен. И были случаи, когда из-за этого возникали пожары. Поэтому, как только вы зарядили телефон, сразу же вытаскиваете вилку из розетки. Профилактичную гуторку проводят и воротовальники. На конд неосторожного обыходжения за огнем при куренне. С початку года по этой причине на территории в области отбулося больше, как 150 сгораний. Господары дома за всеми заувагами згодные. И обещают худко выправиться. До наступного визита наглядальной комиссии все проблемы, на которые звернули увагу, повинны быть выражены. Курить не будем. Уберем удлинитель незаводского производства. Лучше выбросим. Несправная проводка и розетки, скрученные подожальники, антисанитары у доме. Основный пиралик порушений, у которых выявляют члены наглядальной комиссии. Большая частка людей на зауваги реагует адекватно. Однако, до некоторых граждан приходится применять администрационные меры в сделании. Акты мы составляем. Если люди не реагируют, то здесь уже подключается РУВД. А социальным – это уже составление протоколов административных за злоупотребление спиртными напитками. Если это одинокие какие-то проблемы есть, то подключаются соцслужбы. Всем одиноким за счет бюджета устанавливаются автономные пожарные извещатели. Также устанавливаются многодетным семьям. Особливая увага семьям, которые находятся в социально небезпечном становище. Господиня, этого дома двойче была осуджена, позбавлена батьковских правов у относенных до старойшого дитяти. Трое молодших зараз ей и мужем. Еще несколько месяцев тому в этом доме проживать было немогчимо. Умовы не отповедали навод минимальным потребованиям. Семьи дали опошний шанс. И супруги им скоростались. Зарабили невеликий ремонт и зараз ведут звычайный ладжиття. Однако застаются на контроле. Им, а так само усим остатним, до кого приходится наглядальная комиссия, треба памятать. Головная задача специалистов не покарать, а допомогти. Тому, что на первом месте – безпека. Работники МЧС и другие субъекты профилактики занимались профилактикой, пытались достучаться до наших граждан, обратить их внимание на личную безопасность. Это самое главное, потому что работники МЧС, в частности, рассказывают по причинам пожара, вследствие неосторожного обращения с огнем, либо других факторов угрожающих жизни. А, конечно, наши граждане только сами должны не допускать таких факторов, которые будут угрожать их жизни. Дмитрий Котов, Сергей Негеревич, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня означается Международный день волонтеров у людей, завсёдых готовых прийти на допомогу. С этой нагоды в «Гомеле» прошло урошистые мероприемства найбуднейших гуманитарной организаций краины – Белорусского товариства «Червоного крыша». На им побывала Ганна Корольчук. Международный волонтерский рух «Червоного крыша» объединяет больше за 100 миллионов людей по всему свете. Доброохотники выращают самые разные задачи, ладят святы для хворых детей, шукают пропавших, доглядают за пожилыми, допомогают в надзвучайных ситуациях. Гэты и иншие на прамке деяностей волонтеров были представлены на выставе у холля Палаца творчести детей и молодых, где проходило урад 6-е мероприемство. У «Червоным крыжа» кажут, той, кто одно лечачу, что робить добрую справу и отдавать, гэты на шмат больше приемна, чем отрымливать, той стане волонтером назовжды. Так, например, Виктория Какушкина, каля 5 годов тому, першиню разом с «Червоным крыжем» наведала хворых детей. Зараз яна узначалевая областный волонтерский совет. Изначально я пришла в первичную организацию, это различные акции проведения, обучения населения. Затем я пришла в отряд быстрого реагирования, то есть меня заметили, пригласили в ЧАЭС, клоуна, терапия. То есть все сферы направления деятельности, которые есть, я уже постаралась как бы вместить. Сейчас я являюсь председателем волонтерского совета областного, вхожу в национальный волонтерский совет. Волонтерство покорливает все взрослые. В организацию звертается шмата активных пенсионеров, которые хотят быть корыстными для громадства. В «Червоным крыжем» их называют «золотой молодью». Представники старшего поколения безвыплатно удельничают в социальных проектах и допомагают одногодкам с инвалидностью. Я пришла в Красный Крест, чтобы общаться с людьми, чтобы помогать людям. Вы знаете, даже не сколько я людям помогу, какое я испытываю самоудовлетворение. Вот у меня два подопечных, одна женщина, ну очень сложная, она плохо слышит, мне с ней общаться трудновато. Но я когда прихожу, она рада, и мы пообщаемся как-то. Я ей помогаю, в магазин схожу, там что-то приготовим с ней, чай вместе попьем. И вы знаете, она очень довольна, и я довольна тоже. В городах добровольцев Гомельской областной организации «Червоного крыжа» зараз больше за 2500 человек. Это люди разных профессий и взрослых, которые складывают омаль 130 волонтерских групп. Под час урожистого концерта организация приняла у свой рух новых членов. А самым отданным волонтерам уручили заслуженные узнагороды, грамоты и подяки. По словах керавництва областной организации, без этих людей не отрымалось проэлизовать десятки важных проектов. Всю ту помощь, которую мы оказываем людям нуждающимся, мы делаем только благодаря волонтерам. Потому что это основной костяк нашей организации. Штатных сотрудников у нас в организации немного, и тот огромный потенциал, который дают наши волонтеры, мы используем с пользой. И в этот день мы хотим поблагодарить всех и сказать огромное спасибо, что они бескорыстны ради своего желания в свое свободное время помогают нам делать мир добрее и гуманнее. Если вы так же ожидаете просвятить свой час волонтерству, то вас ждут в любой районной организации «Червоного крыжа». Выпытные товарищи проведут необходимое научение и допомогут вам реализовать себя. Ганна Корольчук и Гармарышин, Готель, радиокомпания «Гомель». Удельники областного конкурса патриотичного выхования «Спадщина» презентовали свои работы на финальном этапе. Творшая с поборниц, восярод наученцев и работников установки профессиональной технической и средней специальной эдукации проходят в 7 раз. На конкурс дослали около 450 работ из всех районов Гомельской области. Педагогам пропоновали представить проекты по патриотичным выхованию молодей в сучастных умовах. В свою чергу их в ушне рыхтовали доследшие працы, о которых рассказывали истории своих населенных пунктов и установку адекватности. Так само продуглежены и две творческие номинации – поэты и письменники наших дзен и фотовыстава «Убачить с небачное». На конкурс подавали верши, эссе, сочинения и фотографии, объединенные темами года «Малой родимы» и 75-й годе вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников. Члены журы отзначают – с каждым годом удельники рыхтуются больше грунтовно. И вызначить переможцев становится неопростой задачей. На обороне доследших работы проекты молодь расповедала про дорогие сердцу мяссины и выбитных людей родного краю. «Стихотворения такие, что у нас были Оронов Семен Львович, одним из членов жюри, он говорит, есть такие стихотворения, которые берут за душу и прямо плакать хочется. Поэтому ребята, конечно, к этому серьезно подошли. И в этом году у нас номинация, мы взяли конкурс фотографий. И не просто фотографии отдельные, они делали целые презентации с фотографией, то есть какой-то сюжет. И номинация называлась «Увидеть незримое». И ребята тоже очень серьезно к этому подошли, и фотографии потрясают. Урачистая церемония ознагарожения запланована на 13-е Снежне. Пераможцы и удельники конкурсу «Спадшина» отримают дипломы и подарунки от организаторов и партнеров. Эти инши новины вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. На территорию Евразийского экономического союза пытались ввести товар с заниженной в три раза стоимостью. В пункте пропуска «Новая Гута» таможенники задержали более 20 тонн фундука. Грузинская фирма-перевозчик представила в таможенный орган документы, в которых стоимость очищенных орехов была занижена почти втрое. Согласно им, 20 тонн фундука стоили 47 тысяч долларов США. При проведении дальнейших проверочных мероприятий гомельские таможенники установили, что настоящая цена груза – 132 тысячи американских долларов. Подтверждение тому нашли в иных документах, обнаруженных в кабине водителя. Сейчас на грузовой автомобиль наложен арест. Начат административный процесс. Нарушителям грозит штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения. Попытка самостоятельно потушить пожар обернулась госпитализацией. В Лоеве накануне вечером пожарные выезжали на тушение кирпичного дома по улице Бориса Царикова. До приезда спасателей хозяин пытался самостоятельно справиться с огнем. Но лишь получил травмы. С ожогами обеих рук, груди и живота мужчину доставили в местную больницу. Пожар ликвидировали спасатели. Огонь повредил кровлю дома и имущество внутри. Причина ЧП устанавливается. Рассматриваемая версия – поджог. МЧС напоминает, если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не удастся, немедленно вызывайте спасателей по телефону 101 или 112 и уходите сами. Декада усиленного контроля за водителями маршруток стартовала сегодня в Гомельской области. До 15 декабря на дорогах региона будут проходить мероприятия по пресечению нарушений правил дорожного движения и перевозке пассажиров водителями маршрутных такси. Предполагается, что в предпраздничные дни в регионе и областном центре, в частности, увеличится интенсивность автомобильного движения. С целью предупреждения ДТП с участием маршрутных такси проводятся профилактические мероприятия. В контрольной декаде госавтоинспекция подключила также специалистов Гомель-облпассажир-транса, транспортной и налоговой инспекции, а также Белгостраха. Совместная задача – предупредить создание аварийных ситуаций на дорогах региона недобросовестными маршрутчиками. На какие виды правонарушений мы будем обращать внимание? Прежде всего, это соблюдение правил перевозки пассажиров, количество перевозимых пассажиров, соблюдение правил остановки стоянки, рядности, выполнение требований дорожных знаков, проезда пешеходных переходов, проезда перекрестков, сигналов регулирования, ну и другие правила дорожного движения, в том числе и то, как водители и перевозчики подготовили свое транспортное средство к зимнему периоду. За 11 месяцев этого года на территории Гомеля водителями маршруток допущено 155 подобных нарушений. И это только зарегистрированные факты. Это вся информация выпуска. Будьте в курсе происшествий Гомельской области вместе с Дефакто и оставайтесь на Беларусь4. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Испытание чемпиона мужской гонбольный Гомель завтра проведет очередной матч чемпионата страны. Сопернику подопечник Сергея Цыганкова Грозный и БГК имени Мешкова. Играть против чемпиона гомельчане будут на домашнем паркете. Матч пройдет на арене Дворца игровых видов спорта начала в 19.00. В турнирной таблице Гомель на пятом месте. Соперник на втором. Зимний сезон. В Гомеле сегодня стартовало первенство области по гребле академическое на тренажерах концепт. Соревнования проходят в Зюшор номер 6 по гребле. Награды разыгрывают в двух возрастных группах 12-13 и 14-15 лет. Спортсмены представляют все грибные регионы области. Гомель, Мозырь, Жлобин и Светлогорск. В программе первенства эстафета и индивидуальные заезды на тысячу и полторы тысячи метров. Одна из целей соревнований – отбор. Лучшие спортсмены отправятся в составе сборной области на первенство Беларуси. Республиканский спортивный форум пройдет 22 и 23 декабря в Минске. Кроме того, такие старты помогают спортсменам в зимний период оставаться в соревновательном тонусе. Большинство выигрывает спортсменов, которые, может быть, даже в техническом плане, менее сильные, слабее других ребят. Это больше играет физические качества спортсмена. Сегодня в Гомеле стартовал городской этап республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба». Соревнования проводятся среди команд детей и подростков в дивизионе «А». В них участвуют представители районов Гомеля 2003-2005 годов рождения. Командные дуэли пройдут по круговой системе. Дружина-победитель получит право представлять город на областном этапе республиканского турнира, который пройдет в следующем году. Перед тем, конечно, когда вы выйдете на арену, соответственно, их тренера готовили. Ребята не первый раз на коньках, будем так говорить, и на протяжении определенного периода уже занимались. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова